Музей имени Масленникова 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 И для меня, как для медицинского работника крайне важно это развитие в сфере здравоохранения ЦИК Беларуси ЦИК Беларуси этими днями утвердил календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси Согласно этому плану, на совместном заседании Президиума Могилевского областного совета депутатов и Могилевского обл. полкома утвердили состав Могилевской областной комиссии по референдуму Для организации проведения референдума традиционно создаются в том числе областные и территориальные комиссии. Так, в нашем регионе создано 25 территориальных комиссий по референдуму. В свою очередь в состав Могилевской областной комиссии было выдвинуто 17 человек на совместном заседании Президиума областного совета депутатов и областного исполнительного комитета В комиссию по референдуму выбрали максимальное количество – 13 человек. Подвиженцы были от политических партий, от общественных объединений, от трудовых коллективов, от граждан путем подачи заявления. И путем открытого голосования из 17 кандидатов было отобрано 13 кандидатов, которые вошли в состав областной комиссии. Здесь, конечно же, приоритет при голосовании члены совместного заседания отдавали представителям, которые имеют солидный и жизненный, и профессиональный опыт, которые себя положительно зарекомендовали, в том числе и ранее в работе в комиссиях, как областных, так и территориальных. И поэтому это действительно люди достойные, которые, полагаю, проведут на высоком организационном уровне это важное политическое мероприятие. На первое заседание комиссия собралась в полном составе. Вручение им свидетельств как момент начала очень важной работы. После обсуждения – голосование за кандидатуры на ключевые должности. Так, единогласно принято решение, что возглавит областную комиссию по референдуму Валерий Берестов. Для него это не первая избирательная кампания. Заместителем председателя избрали Николая Коротина, секретарем Дмитрия Тимофеенко. Прежде всего хочу сказать, что я удовлетворен составом областной комиссии, которую сформировал законодательный и исполнительный орган области. Люди опытные, люди грамотные, люди, которые почти в совершенстве владеют канонами избирательного кодекса. Нам будет в этом плане легко работать. И люди, с которыми мы будем находить взаимопонимание. Задача областной комиссии – организовать проведение референдума на территории области, руководить районными избирательными комиссиями, оказывать им методическую и всякую другую поддержку и помощь в организации и проведении референдума. Из ближайших календарных планов в работе комиссии до 1 февраля – образование участков для голосования. До 6 февраля – образование участковых комиссий. Сам референдум по Конституции назначен на 27 февраля. Проект Конституции Беларуси рассчитан на дальнейшее повышение качества жизни каждого гражданина. Это подчеркивает на встречах с населением председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Чтобы продолжать двигаться вперед, необходимо строить эффективную экономику и развивать социальную сферу. Тогда уровень жизни на районе будет не ниже, чем в больших городах. В Глузском лесхозе в прошлом году на экспорт реализовали пиломатериалов более чем на 4,5 миллионов долларов. Рынки сбыта – Прибалтика, Нидерланды, Германия, Польша. Недавно открыли новый рынок – Китай. Мы вложили инвестиции на 10 миллионов 300 тысяч рублей белорусских, что нам в дальнейшем даст возможность привлекать инвестиции. Те же самые – увеличить выручку нашего предприятия и дополнительно создать новые рабочие места. От развития экономики предпринимательской инициативы и наполнения бюджета зависит благосостояние людей. Мы предпринимаем максимум усилий и максимум даем возможности людям проявить свою предпринимательскую инициативу. Но, безусловно, государственный сектор не должен отставать. Типичный пример, яркий пример – это предприятие, которое дает и хорошие рабочие места в связи с тем, что расширяет производство и одновременно увеличивает экспортный потенциал. На встрече с активом района руководитель области Анатолий Исаченко назвал Глузск уютным городком. Большое внимание уделяется социальной сфере. К примеру, 1 сентября школа номер 2 открыла двери после модернизации. Но есть над чем работать дальше – завершить ремонт терапевтического отделения райбольницы, решить проблему с качеством питьевой воды. Но чтобы выполнялись социальные проблемы, нужна сильная экономика. Фабрика «Спартак» и завод газетной бумаги в Шклове – градообразующие предприятия райцентра. На них трудятся более тысячи шкловчан. Мы рады тому, что мы работаем на нашем предприятии. Мы довольны. Достойная заработная плата, обеспеченность людей. Созданы все жизненные условия для работы и жизни в нашем районе, в городе Шклове. Бумажную продукцию на предприятии выпускают более 15 лет. Второе направление – деревообработка, что позволило сделать производство безотходным. 30% от общих объемов и выручки занимают изделия из дерева. Остальное – бумага. Из древесной щепы бумагоделательная машины наматывают где-то 40 тысяч тонн бумажного полотна в год. Несколько лет назад освоили производство бумаги из целлюлозы. В прошлом году «Инвестпроект» вышел на полную проектную мощность. Беленную целлюлозу на сегодняшний день имеем возможность приобретать уже в Республике Беларусь. Не так, как раньше завозить по импорту. Благодаря тому, что в Республике Беларусь было построено достаточно мощное современное предприятие на базе Светлогорского ЦКК, то есть завод по производству беленной сульфатной целлюлозы. И это позволяет обеспечить, во-первых, 100% загрузку мощностей, поскольку существует уже белорусская полуфабрикатная база. Благодаря сильной государственной власти в стране созданы все условия для развития экономики. Подчеркнул на встрече с активом Шкловского района председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. Та система государственных программ, преференции для инвесторов, которые действуют в Беларуси, дала свои результаты. И это касается как госпредприятий, так и частного бизнеса. В хозяйстве Шкловского фермера Александра Конывалова 1600 гектаров земли. Более трех сотен голов крупного рогатого скота, из которых 121 дойного стада. Я благодарен государству за то, что была предоставлена возможность нам трудиться на государственной земле, проявлять себя. Я горжусь тем, что я здесь родился, я здесь вырос, и я немалую пользу проношу нашему государству. Я стараюсь, и я этим горжусь, что я есть Беларусь. Вот эта страна, которую мы сейчас находим, где мы живем, где живут мои дети, это то, что сделали мы своими руками. И посетить референдру, прийти на референдру – это долг гражданина Республики Беларусь. Потому что мы, как это громко не звучит, мы выбираем свою дальнейшую судьбу. Это желание людей жить и работать на своей родине, оставить своим потомкам сильную, мирную и процветающую страну, нашло отражение и в проекте Конституции. Тот социальный ориентир, который выбрала когда-то Беларусь, сохранится и впредь. Строительство жилья, доступная медицина, развитие регионов. Так уже к лету детский сад «Жемчужинка» в молодежном микрорайоне Шклова примет первых воспитанников. Кроме того, продолжится газификация жилых домов и замена теплосетей, капитальный ремонт дорог и улиц, строительство жилья с господдержкой. В 2021 году мы сдали 40 квартир для многодетных семей. Строительство ведется и уже инвесторы есть, которые хотят построить у нас и торговый центр. Есть и собираемся уже построить в этом году и мойку в городе Шклове. Такое движение вперед и выбирают для себя белорусы. Социологический опрос, который провели на Могилевщине, показал, что 84,5% жителей области для себя уже решили, что 27 февраля обязательно будут участвовать в республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в основной закон страны. В Могилевской области до 20 февраля проходит месячник по предупреждению пожаров в жилом фонде и предотвращению гибели людей. Сотрудники МЧС снова пытаются достучаться до сознания каждого и напомнить, что наша безопасность в наших руках. Какие средства хороши в борьбе за спасение человеческой жизни, мы поговорим в студии программы «Днями». У нас в гостях первый заместитель начальника Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Башаримов. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав, недавно прочитала вот такую информацию, что пожарный извещатель – это прибор размером с карманное зеркало, но способен спасти человеческую жизнь. Вот лично у вас в доме сколько пожарных извещателей установлено? Автономный пожарный извещатель – это… Вы правильно провели пример, сравняя его с зеркалом. Действительно, он небольшой. Действительно, он не испортит наш внешний вид наших квартир, мест проживания. Да и по цене, наверное, он стоит столько же, сколько карманное зеркало. Результаты его работе можно исчислять не только деньгами, но и человеческими жизнями, человеческими семьями. И у меня, не как у сотрудника МЧС, а как у небезразличного к своей безопасности гражданина, в каждой жилой комнате над дверью установлен автономный пожарный извещатель. И сегодня я спокоен, что мой ребенок, моя семья находится дома в безопасности. Автономный пожарный извещатель как никогда первый оповестит о приближающейся беде. Ведь любой, любую чрезвычайную ситуацию, любой пожар можно затушить стаканом воды. Главное, вовремя обнаружить. Даже если в соседней комнате произошло загорание, первым местом, куда попадет дым в жилую комнату, это будет место над дверью. То есть ворвется дым в комнату и начнет застилать потолок вашей жилой комнаты, но первая точка – это будет над дверью. Поэтому лучшим принципом установки пожарного извещателя является верхняя точка над входом в помещение. Для тех людей, которые считают, что АПИ им не нужен, какой аргумент вы приводите? Я хотел бы, чтобы наши граждане, которые рьяно верят, что он нам не нужен, что мы в безопасности, примерили на себя рубашку Погорельца. И привести пример. Прошлогодний, буквально перед Новым годом, у нас произошло загорание в жилом доме переулки Куйбышева, где автономный пожарный извещатель спас целую семью, двое взрослых и несовершеннолетнего ребенка. Такой же аналогичный случай произошел на улице Попанино, где также двое взрослых и ребенок был спасен благодаря сработке автономного пожарного извещателя. Вячеслав, мы часто рассказываем о вашей профилактической работе, и вот во время этого месячника на чем вы будете делать акцент? Что касается сотрудников МЧС, то нами будет сделан в рамках месячника упор, это все-таки в первую очередь на многодетные семьи, одинокие и одиноко проживающие граждане, особенно которые проживают в частном секторе нашего города. Здесь главное спрофилактировать, предупредить, рассказать хозяйке, что, уважаемые, вот посмотрите, еще по два месяца практически топительного сезона вам необходимо привести в порядок вашу печь, чтобы она не стала причиной того, что вы останетесь без крова. Ну, а многодетные семьи, это, наверное, святая святых. Сегодня накануне буквально присутствовали на одном из заседаний, где рассматривалась безнадзорность. Так вот, правильную вещь я услышал, хочешь построить хорошую страну, воспитай своих детей. Поэтому дети — это наше будущее, и о них надо заботиться. А в многодетных семьях, скажем так, уследить за ними сложнее, чем за одним ребенком. Поэтому это и помощь нашим тем отважным родителям, которые пошли на этот шаг стать многодетными. Ну вот, а от спасателей — это помощь обеспечить их безопасность. Ну вот вы, кстати, заговорили, да, о различных категориях граждан. Может быть, в вашей практике были случаи, когда беды на пожаре можно было избежать, если бы близкие соседи, может быть, проявили какое-то участие к тем, кто живет рядом. Может быть, обратили внимание на то, в чем они нуждаются. Вот этот вопрос, Кристин, он очень так на злобу дня. Если, к сожалению, анализировать наших погибших в прошлом году, у нас на пожарах погибло только пять лиц без определенного места жительства. И когда начинаем проводить разбирательство, устанавливаем, что кто-то из соседей знал, что вот в этом бросовом сарайчике проживает гражданин. Знали люди, что и в мусоросборной камере у нас проживал гражданин без определенного места жительства. Безопасность соседской не бывает. Безопасность — это наша с вами. И здесь необходимо, если нам известно о таких фактах, сигнализировать, информировать. Сейчас на каждом подъезде уже появились листовки, что в случае, если вам стали известны места проживания граждан в социально опасных условиях, либо асоциальные граждане, либо вы знаете, что проживают престарелые граждане, которые не могут силу возраста обеспечить свою безопасность, информируйте на номер 101, 102. Будут приняты меры. И ваш звонок, может быть, станет спасительным для этого человека. Чего бы вы пожелали нашим телезрителям? В рамках нашей профилактической работы я бы пожелал завести новую привычку. Бросить курить, заняться спортом. Пускай у кого-то станет привычку установить все автономные пожарные извещатели и контролировать их каждый день. Хотя бы раз в неделю навещать своих престарелых родственников, где-то в деревнях, где-то в частном секторе. Да и просто навещать своих родственников. Контролировать их условия проживания и безопасность. И всем бы пожелал успехов, бодрого настроения, ну и заведите себе безопасные привычки. Спасибо большое вам за беседу и спокойной вам работы. Спасибо, Кристина, вам. В Могилевской области стартовали культурные мероприятия, посвященные году исторической памяти. Областной художественный музей имени Павла Масленникова презентовал и приглашает посетить сразу несколько новых выставочных проектов. Они отражают историю Беларуси и региона в разные временные отрезки. И рассказывают про события и артефакты, которые являются частью нашей исторической памяти. Нам жить и помнить – так называется новый выставочный проект Могилевского областного художественного музея имени Павла Масленникова. Это пять больших залов, которые представляют, прежде всего, белорусскую живопись, посвященную Великой Отечественной войне. Среди картин, кстати, произведения и самого Павла Масленникова. Это разрушенный Днепровский мост в Могилеве. Залы выставки – как этапы войны от мирной жизни 1940-х до радости победы в 1945-м и скорби по тем, кто до нее не дожил. Нашу экспозицию «Нам жить и помнить» дополняют макеты сожженных деревень. Эта акция была объявлена в 2021 году под девизом «Трагедия сожженных деревень». Инициаторами явился Могилевский областной союз ветеранов. Значит, участие приняли организации образования и культуры. Представлено 60 макетов тех деревень, в которых заживо были сожжены наши мирные жители. Ава Мария, которую исполняет Могилевская городская капелла – это молитва, которую еще называют ангельским приветствием. Это и скорбь по жертвам войны, и надежда на доброе будущее для их потомков. В залах выставки «Надо жить и помнить» состоялось торжественное открытие культурных мероприятий года исторической памяти на Могилевщине. Те макеты, которые создавались руками детей совместно с ветеранами нашими, конечно, дорогого стоят. И вот они восстанавливали по крупицам прошлое тех деревень, о жителе тех деревень, о их героическом прошлом. И, конечно же, все мы должны помнить о том, что происходило. К сожалению, в последнее время некоторые деятели пытаются по-другому говорить о Великой Отечественной войне, извратить историю, украсть у нас нашу победу. Конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы ее сохранить. Второй проект, посвященный Великой Отечественной войне, назван «Иди и смотри». На стенах графические работы народного художника Белоруссии Георгия Поплавского. Это монохромное, но эмоциональное произведение, дополненное документальными материалами про зверства фашистов. Вместе с этим на выставке можно посмотреть известную киноленту «Иди и смотри», шедевр Элема Климова 1985 года, сценарий которого создан в соавстанстве с Олесим Адамовичем один из самых страшных фильмов про войну. Это война глазами подростка, который в 43-м году стал свидетелем карательной операции. Но вот реальные документы на этой выставке еще страшнее. «Страшно, но чтобы знать и помнить, нужно идти и смотреть». Однако историческая память – это не только про войну. Код памяти – про разные страницы истории, которые дороги нашему народу. Идея нового музейного арт-объекта в сетях сна Иакова принадлежит художнику-реставратору Юрию Малиновскому, который в 2020 году восстановил фреску 18-го столетия из разрушенного Белынического кармелитского монастыря. А это еще одна фреска оттуда же. Это изображение, вернее, его остатки – одно библейское истории. Но художник-реставратор сделал новый музейный арт-объект с озвученным новому динамичному времени и органично вписал барочную фреску в авангардную живопись Казимира Малевича. Именно так тут появился знаменитый «Черный квадрат» – тоже наше культурное наследие. Это история про сейчас. Это житчо про сейчас. А Яков, Мроя Якова – это связь с мировой историей. Казимир Малевич – это связь с нашей родной историей, якая недавняя, это 100 годов назад. Это новая постоянная экспозиция, но пока только часть всего большого проекта. Работа будет продолжена. А пока ничто не мешает юным любителям истории и искусства знакомиться с удивительным оригинальным арт-объектом. Мне интересно смотреть за старым искусством, за иконописи, потому что я так или иначе собираюсь связаться в жизнь с художеством. И мне скорее, как мой личный интерес именно к истории идет, к тому, как это все писали, к реставрации. Мне за этим просто любопытно самой наблюдать. Еще одна новая постоянно действующая экспозиция сохраняет историческую память белорусов с помощью новых технологий. Таинственный отблеск столетий. Это зал художественных голограмм, точных оптических образов, созданных благодаря научным разработкам. Здесь находятся 16 голографических изображений артефактов, культурных ценностей от 11 до 19 столетия, которые были найдены на территории Белоруссии, возможно, когда-то хранились в бронированной комнате сейфе именно этого, теперь музейного здания. В 1901 году эти ценности тайным образом покинули стены нашего музея из бронированной комнаты сейфа. И задача наша была такая, чтобы сохранить ту память о том, что здесь было, путем уже современных технологий. Это искусство будущего, которое поможет сохранить для людей осязаемую историческую память. И мы, как сотрудники музея, должны не только сохранять, но и пропагандировать, и воспитывать на этом наше молодое поколение. Все новые выставочные проекты Могилевского областного художественного музея имени Павла Масленникова открыты для посещения и осмотра. В Глузке увековечили память народного артиста Беларуси Валерия Иванова. В год исторической памяти на здании районной школы искусств, которая носит имя композитора, установили мемориальную доску. Во время ее торжественного открытия председатель Могилевского областполкома Анатолий Исааченко отметил, что своим многогранным творчеством Валерий Иванов внес вклад не только в прославление Малой Родины и Могилевщины, но и всей Беларуси. В торжестве приняли участие вдова народного артиста, олимпийская чемпионка, профессор Елена Белова и руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко. Если б жили все в одиночку, То уже давно на кусочки Развалилась бы, наверное, земля. Пахнет шабор, раз да разок, гулять да гулять – все это песни на музыку народного артиста Беларуси Валерия Иванова. На ура их принимает концертный зал в Глузке, на малой родине композитора, ушедшего из жизни, в конце 2020 года. Возькали «Каханая» – это любимый твор Анатолия Ярмоленко, то мой любимый твор Валерия Иванова возле этой музычной пьесы «Спел Дубров». Это подсчетная, светлая, вельми белорусская музыка. И тому для меня особисто, как для аматора белорусского статства, Валерий Иванов – абсолютно белорусский композитор. По словам артистов, Валерий Иванов – композитор многоплановый. Он любил музыку, жил музыкой. Используя в своих произведениях национальный фольклор, он прославлял малую родину. Глущину до глубины души полюбила и его жена – мировая легенда спорта Елена Белова. Признаваясь ей в любви, композитор написал романтический вальс. Вы знаете, больше 40 лет мы приезжаем в это удивительное место. Насколько бережно относился к маленькой родине Валерий Кириллович, я всегда радовалась, удивлялась, поражалась и восхищалась. Поэтому отсюда ищемящие мелодии, прекрасные песни, замечательные другие жанровые произведения. И я хочу сказать, что земляки тоже всегда прекрасно относились к Валерию Кирилловичу. От весны до зимы, фактически в деревне Подзамша, это вот туда немножко, жил все время без выезда. Он очень любил. На речке мы отдыхали, встречались, спорили, дискутировали. Он человек достаточно принципиальный был. В дружбе очень верный. То есть, ну, как бы ждать от его подставки не приходилось. Он очень надежный. Открывая мемориальную доску памяти народного артиста Беларуси Валерия Иванова на здании школы искусств, которая тоже носит имя композитора, руководитель области Анатолий Исаченко отметил, своим многогранным творчеством Валерий Иванов внес вклад не только в прославление своей малой родины, но и всей Беларуси. Шлягеры и композитор Валерия Иванова остаются в сердцах людей и передаются из поколения в поколение. Губернатор Анатолий Исаченко подчеркнул, чтобы воспитывать молодежь в духе патриотизма, нужно сохранять память и о великих талантах. И напоследок про наш космос. 27 января 1967 года был подписан межправительственный документ, который объявил космос достоянием всего человечества, то есть каждого из нас. В первой статье этого документа говорится, что исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран. Для нас, простых людей, космос гораздо ближе, чем порой кажется. В Могилеве, например, есть улица и площадь космонавтов. Топонимы связаны с космической фамилией Гагарин. Огромный жилой микрорайон «Спутник». А белорусский космонавт Олег Новицкий лично поддержал наш недавний благотворительный телемарафон «Согреем детские сердца». Да и согласитесь, что многие из нас посматривали на ночное небо с вопросом, есть ли там жизнь и сколько еще открытий принесет нам космос. Для всех этих познаний берегите себя. Программа «Днями». До встречи в эфире.